Головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, холодный пот и обмороки – это первые признаки теплового удара. Избежать его довольно просто. Нужно лишь прикрывать голову от солнца и пить много воды. Также врачи рекомендуют в жару есть легкую пищу. Стоит отдать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей. Наиболее восприимчивы к влиянию прямых солнечных лучей дети, люди с сердечно-сосудистыми, эндокринными и неврологическими заболеваниями и пожилые. Вот здесь я что хочу предоставить. Не нужно быть здесь всем клиницистами, не нужно ставить диагноз. Да, если чуть-чуть какая-то дурнота, человеку отвели в тень, дали водички, расстегнули верхнюю пуговицу, может быть даже присесть, прилечь. Не стало лучше. Нужно вызывать скорую помощь. Потому что вот это очень много серьезного, более-менее серьезного может прятаться за сходными симптомами. Там вот какой-то дурноты, потери сознания. Здесь не надо экспериментировать и терять драгоценное время. Уже несколько дней в Самаре держится температура выше 30 градусов. Чтобы спастись от жары, самарцы отправляются к прохладным водоемам. Особенно последствий прямых солнечных лучей стоит остерегаться тем, кто отдыхает на пляже. В погоне за загаром важно не забывать о рекомендациях врачей, чтобы в результате не стать их пациентами. На набережной ежедневно дежурят спасатели, которые помогают как тем, кому стало плохо в воде, так и пострадавшим от солнца. Мы забираем человека в тенек, в спасательный поезд, проверяем ему на всякий случай пульс, ноги закидываем наверх, прикладываем холодок к шее, чтобы человеку стало легче. И даем холодную водичку, смотрим за состоянием человека, и там уже смотрим, либо мы вызываем скорую, либо нет. Многие недооценивают опасность зенитного солнца. На самом деле в организме происходят страшные процессы. Мы сначала этого ничего не ощущаем, но потом запускается негативный процесс в организме, и мы можем пострадать от этого. Поэтому настоятельно всем рекомендую приходить в 9 утра и уходить в 12, ну максимум в час. Тепловой удар можно получить не только на улице, но и в душном помещении или транспорте. Врачи рекомендуют по возможности находиться дома, особенно в критические часы с 11 утра до 4 дня. Очень тяжело переживаю такую жаркую погоду, но стараюсь все-таки не выходить на солнышко, если только по работе и по каким-то важным делам, например, в больницу. А так лучше дома под кондиционером или под окошечком. Также медики советуют самарцам повременить с дачными работами, чтобы, спасая урожай от жары, не пострадать самим. Как объясняют специалисты, наклоны перегружают мышцы шеи, в результате чего может произойти спазм артерий в питающих мозг. Стоит соблюдать питьевой режим и обязательно делать перерывы на отдых. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События.